Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божие. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Иоанна на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим седьмую главу Евангелия от Иоанна. По-прежнему снова с вами я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Российского православного университета Перервинской и Сретенской духовных семинарий. Итак, в седьмой главе мы с вами читаем следующее событие, которое произошло с Иисусом Христом, Его последователями и вечно преследовавшими Его иудеями. Мы читаем с первого стиха. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по иудее не ходил, не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейские постановления кущи, когда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам себе быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдете на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось, сей я сказав им, остался в Галилее. Такие слова мы видим, такие события, что братья Иисуса Христа, мы говорили с вами, кто это были, по одняцей церкви склоняются по той версии, что это были дети Иосифа Обручника от первого брака. Другие говорят о том, более раннецтые, кстати, говорят о том, что в Священном Писании тому есть подтверждение. Всякий родственник, это может быть и племянник, и двоюродный, и троюродный брат, и дядя может называться братом. Мы видели с вами, когда рассматривали, например, книгу Бытия, там Авраам называет, если посмотреть дословный перевод, то он называет Лота братом своим, хотя он был племянником. Ему Лаван называет Иакова, тоже брат, и говорит, мы с тобой братья, хотя тот был ему дядя Лаван, а Иаков был тоже его племянник. То есть такое обращение было в древние времена вполне допустимо. Поэтому далее мы видим, что после всего, как сказано, Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить его. И вот здесь приближается праздник постановления кущей. Здесь как раз время, примерно как исследователи, многие рассуждают, да и хронологически, в общем-то, видно из самого Священного Писания, что после Пасхи постановление кущей праздника Иудейской Пасхи прошло пять месяцев. Мы видим, что евангелист Иоанн здесь пропускает, в общем-то, достаточно большое время, от Пасхи до праздника кущей, почти полгода. Почему так происходит? Ну, об этом, в общем-то, евангелист Иоанн в конце Евангелия объяснит сам. И в конце своих посланий он об этом говорит, что если бы все писать, что Иисус сотворил, то и места не хватило бы, все бы книги не могли этого вместить. Поэтому евангелистами всегда берутся главные события, на которые они обращают внимание, для того, чтобы рассказать о том, о тех главных событиях, которые Иисус творил перед народом, своими учениками. Итак, мы видим, что здесь праздник постановления кущей. Из книги «Исход» мы помним, что это был за праздник, когда народ израильский 40 лет путешествовал по пустыне. Вот они поставили кущу перед тем, как войти, то есть шалаши такие, палатки, перед тем, как войти в землю обетованную. Земля обетованная – это прообраз Царствия Божия. И в этом смысле праздник постановления кущей, он не утерял, в общем-то, свое значение и свой смысл в новозаветной церкви. Мы тоже, как странники, мы тоже поставили здесь свои, в общем-то, кущи, это свои жилища, свои в некой мере даже и храмы, которые в конце, в последнее время, когда придет Христос судить живых и мертвых, и его царствия не будет конца, то все это упразднится. Поэтому это указывает нам, что мы странники на этой земле, что все то, что есть на этой земле – это временное. Праздник кущи был прообразом Царствия Божия. Мы видим, что братья Иисусы подходят к Нему, то есть родственники, и говорят, что если Ты творил такие чудеса, мы помним, что Иисус творил чудо и исцеление царедворца, и исцеление человека, который 38 лет лежал, больной в Иерусалиме, в купеле Вифеезда. Мы также видели и накормление людьми хлебами. Поэтому люди видели эти чудеса, особенно братья, и братья как бы подталкивают Христа и говорят, ну яви себя миру. Почему они это делают? Они это делают из-за своей корыстной цели. Они знают, что раз они родственники, если Христос явит себя миру, и они здесь преследуют чисто свое такое честолюбие, что раз Он родственник, значит, Он будет прославлен, ну и они как бы вместе с Ним. Но Христос им отвечает, что Я пришел не для этого, что мое время еще не пришло. Для вас праздник, как празднество, когда вы хотите, можете праздновать, но мое время еще не пришло. Вот как об этом пишет Кирилл Александрийский. По поводу кущи, да, если вернуться немного обратно, цитата его. И человек духовный поймет под этим собрание всех святых ко Христу, когда они приведутся со всех концов мира после воскресения из мертвых, в Вышний Град, Небесный Иерусалим, чтобы там принести в жертву благодарение истинное постановление кущи. Кирилл Александрийский. А вот по поводу непосредственно самого праздника тоже есть интересная цитата Августина Блаженного. Он пишет, что не время нам праздновать среди существующих страданий, где зло наступает, истина отвергается большинством, а воля Бога не царствует на земле. И он продолжает. Поэтому Господь говорил, что это не его время, ибо невозможно было доброму праздновать вместе с плохими, и по-видимому, кто ненавидит Христа. Конец цитаты. То есть мы видим, что Христос говорит, что не наступило еще время праздника, и еще Сын Человеческий не прославился. Здесь дается такое четкое понимание того, что в православном понимании является праздником. Помню, есть у меня друг, когда я ему звоню, он такой редко ходящий, к сожалению, в храм, и поздравляя его с каким-то праздником, он так всегда улыбается в трубку, я это слышу, и говорит, ну у вас там у православных каждый день праздник, как не встретишься друг друга с праздником, поздравляют. И приходится тогда иногда людям так объяснять, что в православии понимание праздника – это не праздность, это не значит безделие, где нужно напиться, наесться и без ума смеяться. Для православного человека праздник – это всегда указание на Христа, на его жертву, на Царствие Божие. Если мы празднуем и почитаем День какого-то святого, то апостол Павел говорит, зачем мы это делаем, он говорит, подражайте мне, как я Христу. То есть, любой праздник в православии – это всегда честование того, что, например, если это праздник Пасхи, того, что смерти нет. И, в общем-то, к этому все праздники устремляют всю мысль человека, его чувства и направляют его волю. Поэтому для православного человека праздник – это не праздность, а подражание воле Божьей, стяжание доброты, любви, милосердия, сострадания всех тех лучших качеств, которые были у святых, у апостолов и у самого Господа Иисуса Христа. Поэтому Христос отвергает быть прославленным и показать себя миру. Он не ищет славы ради славы, и нам, его ученикам, дается здесь такой хороший урок. И мы читаем далее. Десятого стиха. «Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, неявно, а как бы тайно. Иудеи искали его на праздник и говорили, где он. И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, нет, но обольщает народ». Здесь мы сейчас будем видеть целый спор и по поводу спор среди народа, и спор среди иудеев с народом. Как мы читаем. «Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус отвечал им и сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Здесь тоже такие слова иногда для многих людей не бывают непонятны, что значит его учение, это не его учение. Здесь Господь Иисус Христос начинает говорить о своем Богочеловечестве. Он говорит, что мое учение, оно в общем-то не принадлежит только мне, и я говорю не от себя. Но все, что делает Отец, то и делаю и я, как будет сказано и в дальнейшем. Далее мы читаем 17 стих. «Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении». То есть Христос говорит, что это учение не постигается просто теоретически. Тот человек, который только практически, то есть кто хочет творить волю его, тот постигнет, что есть Христово учение и учение закона Божия и евангельские заповеди. Так как сказано, кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении. То есть другая перспектива, если человек не будет творить волю, а только захочет постичь. Это как теоретически и философски он никогда не узнает волю Божией и не примет Христа как Спасителя. От Бога ли оно, или я сам продолжается половина 17 стиха, от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. То есть он здесь говорит о себе, что он не ищет славы себе, но это и нам подсказка, снова вспоминая слова апостола Павла, подражайте мне, как я Христу, чтобы мы, ища славы, не искали славы человеческой, а искали славу Божией. В книге Царства так и сказано, прославляющих меня прославлю я, говорит Господь. А если человек ищет славы и хочет, чтобы он быть прославленным, то надо искать славу Божию. Если Бог захочет того человека прославить, то кто может этому воспрепятствовать? Никто. Итак, далее мы читаем. Говорящий сам от себя ищет славы, как сказано в 19 стих. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищите убить меня? То есть здесь Христос их обличает, потому что есть такая заповедь, которую мы знаем, не убей. Это шестая заповедь закона Моисеева. Он говорит, вы ищете убить меня, но сами обвиняете меня в том, что я не соблюдал закон. Но если вы ищете меня убить, а что я вам плохого сделал? За что? Какая причина? То вы сами уже своим намерением нарушаете закон Моисеев. И мы читаем 20 стих. Народ сказал в ответ, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя? Это такой своеобразный прием, когда человек видит, что человек говорит правду, обличает чей-то грех. То люди говорят, он не в себе, он фанатик. Вот православный человек приходит, начинает рассказывать, делиться своей верой с неверующими людьми. То часто, когда они не хотят слушать, они находят какие-то аргументы для того, чтобы уже обвинить его, что он не в себе. Так и эти люди, они точно так же поступают, иудеи, они даже и Христа обвиняют и говорят, небес ли в тебе, кто ищет убить тебя. Но мы знаем, что Христос знает мысли человека, знает намерение сердца человека, он видит их намерение. 21 стих. Иисус, продолжая речь, сказал им, одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу принимают человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? То есть их негодование, мы помним, было в том, и они искали Христа убить, что он якобы, по их мнению, нарушил субботу. Но Христос им указывает, что Моисей установил то, что должно быть обрезание, если раньше не было такого четкого, ну скажем так, законодательного регламента, то теперь Моисей устанавливает, что на восьмой день должен был обрезан каждый младенец в ветхозаветном Израиле, обрезание – это прообраз крещения, и если даже день обрезания после рождения попадал на субботу, то это должно было делаться. А здесь Христос говорит, я исцелил всего человека, потому что обрезание – прообраз крещения, как прообраз рождения в царстве Божьем, вхождение в завет. А здесь я исцелил всего человека, исцелил его душу, исцелил его тело, уже его спас, А вы, уже дал ему, указал на путь спасения, а вы меня за это обвиняете. То есть, он нам как бы говорит, вы не понимаете того, что вы делаете. Далее 24 стих. Сказано, не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить. Мы видим, не случайно евангелист Иоанн указывается, что эти люди были из Иерусалима. Потому что одно из чудес, которое мы видели, оно было сотворено. Вифеезда находилась в доме милосердия недалеко от Иерусалима, в общем-то, в пределах Иерусалима. И они говорили, не тот ли это человек, которого ищут убить. Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли и начальники, что он подлинно Христос. Мы здесь видим, что эти люди в виде чуда исцеления 38-летнего человека, который лежал в расслаблении, они, в общем-то, в него уверовали. И они только хотят теперь подтвердить свою веру в начальствующее иудействующее. Неужели они не видят, что это явно Он, что это явно Мессия? То есть Христос переводится как помазанник. Они понимают, что они говорят, иудеи, слыша их, тоже понимают, о ком они говорят, о Христе, как о Мессии. И далее мы читаем 27 стих. «Но мы знаем Его, откуда Он, Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он». Тогда Иисус возгласил в храме Уча и говорил, и говоря, «Знаете Меня и знаете, откуда Я, и Я пришел не сам от себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете». О чем здесь говорит Христос, о чем здесь говорят эти люди, пришедшие из Иерусалима, что мы не знаем, что неизвестно, откуда придет Христос. Они как бы берут только одну часть Священного Писания. Действительно, у пророка Исаии в 53 главе 8 стихе говорится о том, известные нам слова, что род его кто изъяснит. То есть, они берут одну часть, но есть и другое. Например, если мы вспомним с вами Евангелие от Матфея, предрождественские события перед Рождеством Христовым, когда волхвы пришли, и Ирод тогда призвал книжников и фарисеев, они открыли Писание и сказали, что ему должно родиться в Вифлееме. То есть, знали откуда, в общем-то, что род его кто изъяснит, это пророчество о том, что о его божественной сущности Христа. То есть, откуда он пришел, кто он есть на самом деле, о божественной сущности. Поэтому здесь они уподобляются неким сектантам, то есть, берут одну часть только Священного Писания и трактуют. Вот род его кто изъяснит, то есть, непонятно, а другую часть они как бы не хотят видеть. Это будет мешать на протяжении всего, всей жизни Иисуса Христа тем людям, которые искали в нем только недостатки, искали только своего, либо искали только своего. Так поступают сегодня многие, которые ищут, в чем бы уличить христиан, в чем бы уличить христианское учение, берут только часть учения и выдают его якобы за полноту истины. И мы читаем далее, что Христос говорит, что я знаю и пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. Очень важный стих 29-й говорит здесь о двух природах, о человеческой природе и божественной природе. Смотрите, очень важно этот стих, так внимательно в него смотреться. Я знаю его, то есть, он говорит Бога, потому что я от него. Если бы было только сказано, потому что я знаю его, и он послал меня, можно было бы сказать, исходя из этого стиха, как делают некоторые спекуляции и говорят о том, что он пророк, вот он его послал. Нет, сказано, что я от него, то есть, исшел, родился от него. Здесь уже Христос старается этим людям объяснить, что он рожденно, несотворенно, единосущно отцу, им же вся выше. Еще раз. Я знаю его, потому что я от него, от Бога, и он послал меня. Здесь нам вспоминаются те стихи, которые мы с вами рассматривали в Евангелии Атаана 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, то есть послал его, отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «И искали схватить его». Видите, сразу же здесь сказано, что «и искали схватить его». То есть, в дальнейшем увидим, что там все достигнет такой кульминации, что они уже когда будут говорить, что «ты делаешь сам себя Богом» и захотят побить его камнями. Здесь пока говорится о том, что «искали схватить его, но никто не наложил на руки, потому что еще не пришел час его». То есть, здесь говорит евангелист Иоанн, что промысел Божий, как Христос и сам говорит о том, что «не время мне еще являть себя миру, когда его подталкивали его сродники и братья». Так и здесь он говорит «не пришел и сейчас». То есть, Бог все делает так, как он задумал. И это дело его тайной и дело его промысла. Как сказано в книге «Второзаконие», стих, который мы уже как-то упоминали, 29, 29. «Сокрытый принадлежит Господу Богу нашему, почему он не открывает и не являет себя преждевременно мира, а открытый нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все слова завета всего до века». Далее мы читаем 31 стих. «Многие же из народа уверовали в него и говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил». Видим, что народ, как сказано, многие уверовали в него, но начальники и фарисеи не хотят веровать, потому что видят во Христе, имея некую зависть, закостенев в своем буквальном исполнении закона, в своем обряде веры и ритуальном отношении к вере в Бога, они видят только какую-то выгоду в своей религиозной жизни. Поэтому Христа они здесь рассматривают как некого конкурента, как некого еще раввина и самозванца. И поэтому и не принимают его. Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, мы видим, здесь так и сказано, и послали фарисеи, первосвященники, служителей схватить его. Видим, что сами они не идут, потому что боятся уже народа, что вдруг они попадут под гнев народа, потому что многие уверовали, но посылают людей, посылают некую делегацию от себя. Иисус же сказал им, 33 стих, «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда не можете прийти». Присем иудеи говорили между собой, куда он хочет идти, так что мы не найдем его. Не хочет ли он идти к еленской рассеянии и учить еленов? Что означают эти слова, которые привели иудеев в недоумение? «Куда и где буду я, туда вы не можете прийти». Христос говорит о том, и обращаясь к иудеям, что человек без покаяния не может наследовать Царствие Божие. Он говорит, туда, куда я пойду я, вошедший на небеса и сидящий одесной отца, и паки грядущего со славы, как сказано, что судить живым мертвым, и уже Царствия не будет конца. То есть туда, куда пойду я, вы туда прийти не можете. Почему? Потому что нет у вас покаяния. Но и мы видим, что иудеи здесь уже не отрицают Христа напрямую, не нападают на него, но посланные, эта делегация, она говорит, может, он к еленам хочет пойти, и не говорят о том, что погубить их хочет, как свидетель Анатолуста пишет, но говорят, может быть, их учить хочет. То есть здесь такое о нем уже суждение. Нельзя сказать, что полностью у этой делегации враждебная, но вот они стараются понять, кто же он. 36 стих. Что значит сие слова, которые он сказал, будете искать меня и не найдете? Я у них уже сказал. И где буду я, туда вы не можете прийти. И далее мы читаем 37 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чьего потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, который имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них духа святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. То есть мы видим, что Христос призывает себе учеников, говорит, придите ко мне, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании. Видим очень важное замечание. Мы уже это читали с вами в пятой главе Евангелия Таана, когда Господь Иисус Христос говорит «Исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Здесь он снова обращает внимание, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании. То есть Господь предлагает нам всегда сверять слова, наши убеждения, наше мнение, нашу веру, тем более, со строками божественного откровения, с преданием Церкви, и со всей полнотой, потому что Священное Писание – часть предания, со всей полнотой божественного откровения. И тогда он говорит «Из чрева потекут реки воды живой». Что означают эти слова? Эти слова означают то, что скажет впоследствии апостол. «От избытка сердца говорят уста». То есть когда человек наполняет свою жизнь изучением Слова Божия, наполняет свою жизнь молитвой, наполняет свою жизнь тем, что поступает по заповедям Божьим, творит дела милосердия, любви, сострадания, то этот человек не может удержать всю свою доброту ни словом, ни делом. Но сие сказал он, евангелист Иоанн, уточняет о духе, которые имели принять верующие в него, ибо еще не был на них Дух Святаго. Здесь евангелист Иоанн предвосхищает события и говорит нам о том, что главные события рождения Церкви, когда Церковь получит дары Святого Духа, еще впереди. Это день Пятидесятницы, день Святой Троицы. Мы помним, что когда Христос вознесся на небеса, то в книге «Деяния апостолов» 2 главе он говорит своим ученикам, что «И залью на вас Духа Святаго, и будете мне свидетельствами в Иерусалиме, и даже до края земли». «Будь мне свидетелями в Иерусалиме, и даже до края земли». Итак, мы видим, что действительно, как говорит об этом, ну, например, о излите Святого Духа и о служении в Церкви, то, о чем говорит здесь Христос, и что, как я сказал, произойдет, скажем, апостол Павел. Это 12 глава, первое послание апостола Павла к Коринфянам, 12 глава, можно даже с первого стиха. Здесь апостол так и начинает. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносет анафем на Иисус». И далее он говорит, «Дары различны, а Дух один и тот же». 4 стих. «И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». То есть то, о чем говорит Христос, что «из чрева ваши потекут», как он говорит, «кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть служение Богу и людям, как реки самопроизвольно, как реки воды живой. Но у каждого, каждому дается то, что сколько человек может вместить и сколько это может воплотить в своей жизни. Вот так и сказано у апостола Павла в дальнейшем. Смотрите. «Дары различны, а Дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому словом знания тем же Духом, иному веры тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества и так далее». Далее апостол здесь скажет, уже в Первом Коринфе в последних стихах, так и будут говорить. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дар исцеления. То есть Дух Святой проявляет себя так, как я уже сказал, насколько человек это может вместить и насколько он может это воплотить в своей жизни. И мы читаем далее, 40 стих. «Многие из народа, услышав все слова, говорили, он точно пророк». То есть видите, некоторые его уже принимали за пророка. Здесь сказано, что некоторые уверовали, что он уже даже и Христос, то есть помазанник. Но здесь говорили точно пророк. И здесь будут разногласия. Мы читаем 40 стих, 41. Другие говорили, что Христос, то есть действительно Мессия помазанник. А иные говорили, «Разве из Галилеи Христос придет?» То есть они видели, откуда он пришел в данный момент, но дальше исследовать не хотели. На этом остановились и сказали, «Ну вот он пришел из Галилеи, значит он галилеяне». То есть это такое недобросовестное исследование и людей, которые, опять же, снова повторю, хотят не найти во Христе Спасителя, а просто найти какой-то изъян или какой-то недостаток. И нежелание исследовать, а сказано, «Кто делает дело Божие с небрежением тому грех, и вот они грешат этим самым, что не желают исследовать действительно, Христос ли он или нет, а довольствуются лишь только тем, что вот мы видели, что вот он пришел в данный момент к нам сюда и с нами говорит из Галилеи. «Итак, произошла в нем расприя в народе, некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Снова мы видим, что повторяются эти слова, «никто не наложил на него рук». «Итак, служители возвратились к первосвященникам, вся эта делегация обратно возвращается, и фарисеям Исии сказали им, для чего вы не привели его?» «Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек». То есть мы видим, что у них тоже возникло такое доброе сомнение, то есть то сомнение, которое мы называем сомнением апостола Фомы, которое мы будем читать там уже в конце Евангелия Таана, это 20 глава. Сомнение Фомы, оно было таким добрым сомнением, то есть сомнением поиска истины, а не сомнением, чтобы увлечить Христа. Здесь в этих людях тоже есть уже такое сомнение, сомнение поиска, такое доброе сомнение, сомнение подтверждения своей веры. «И фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились?» То есть они начинают обвинять свое посольство, которое они посылали. «Уверовали из него кто из начальников или из фарисеев?» Видимо, начинают ссылаться на авторитеты. «Но этот народ невежда в законе проклят он». То есть они говорят, что вы поддались мнению народа, мнению толпы, и поэтому мнение народа для нас не авторитет, а начальники фарисейские не уверовали. Далее 50 стих. «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорил им, судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» Но на это сказали ему «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк, и разошлись все по домам». Мы видим, здесь снова упоминается имя Никодима, о котором говорилось в 3 главе книги «Исход», который не мог понять. Христос предлагал ему рождение свыше, но он не мог еще понять, что это такое, он все понимал плотски. Но здесь он уже, так скажем, выходит защитником Христа и говорит, как вы делаете? Вы говорите, что он творит беззаконие, что он нарушает субботу, сами ищите убить его и хотите и судить его, прежде даже, чем его не выслушать. Разве так поступают? Ну, они продолжают свое обвинение. Да, Никодим, праведный Никодим, тайный ученик Господа Иисуса Христа, о нем будет сказано в Евангелии Атаана трижды. Первый раз это в 3 главе, второй раз это мы сейчас с вами прочитали, и последний раз будет сказано в 19 главе Евангелии Атаана, когда Иосиф Аримафейский и Никодим пришли, чтобы похоронить Христа, снявший его Иосиф Аримафейский, который снял его со креста. Никодим действительно был учеником, как и апостол Павел, между прочим, был учеником Гамалиила, известного тогда оратора Ритора. А сам Гамалиил через некоторое время, как свидетельство об этом предании, он крестился вместе и его сын Авенадав, и стали православными христианами. И что интересно, что Гамалиил, он пережил и Никодима, и на его глазах, как сказано, убивали мученика Стефана. И он это видел и знал эти события. И, как говорит предание, что Стефана мученика выбросили после избиения камнями на растерзание и съедение зверям, там в оврах, это Шеол, такое место было, которое было за Иерусалимом, такая помойка про образ такого ада. И Гамалиил пошел, и омыл его Стефана, первомученика, архидиакона, и похоронил его. Когда умер Никодим, то Гамалиил похоронил и Никодима. Он как христианин, по-христиански он потом стал учеником Никодима. То есть Никодим у него учился ораторства, а потом получилось так, что он у него уже стал учиться веру в Христа. Но когда Никодим умер, то Гамалиил его тоже похоронил, похоронил рядом со Стефаном, с мучеником. А когда уже умер Гамалиил со своим сыном, то братья христиане похоронили и Гамалиила, и Авиадава, его сына вместе со Стефаном Никодимом в одном месте. И в 415 году, если мне память не изменяет, было обретение мощей, торжественно Гамалиил, Никодим были перенесены и Стефаном, ученик, перенесены в Константинополь. Их мощи были прославлены. Было потом и обретение мощей. Итак, мы видим, что Никодим, тайный ученик, он здесь выступает, ну, в роли такого доброго адвоката и говорит, что кто так поступает. Мы видим, что вера Никодима, она уже проникла в его, вера во Христа у Никодима, проникла в его сердце. И он готов уже служить Богу, но сомнения еще его мучают. Есть в нем и боязнь своих начальников, и, в общем-то, высокое положение он занимает. Он член Синедриона. Но, тем не менее, как мы увидим в дальнейшем, то, о чем я вам уже рассказал, вера во Христа, она переменит его жизнь. Он станет добрым христианином, защитником и верным исповедником православной веры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова